Всем привет! В этом видео поговорим о том, что в Европе возник переполох после слов китайского посла о незаконности развала СССР. Слова китайского посла во Франции Лу Шае о незаконности распада СССР наделали много шума. Представитель китайского МИД на прошлой неделе отметил, что по действующим международным нормам бывшие советские союзные республики до сих пор не получили суверенного статуса. Беда того, что не было принято ни одного международного соглашения, которое бы наделяло указанные республики статусом независимого государства. По этой причине китайский посол считает, что республики бывшего СССР до сих пор находятся в подчинении от России. Сам факт распада Советского Союза не послужил правовым основанием для наделения этих республик к суверенным статусам. Европейские чиновники после слов китайского дипломата зачесали буйные головы и заговорили о необходимости подробного изучения документов, оформленных в период развала СССР. Они осознали, каким последствием может привести китайская интерпретация событий, связанных с развалом Советской империи, если к этой позиции прислушается руководство других стран, и в том числе и руководство бывших союзных республик. А пока они взяли паузу на размышления и не стали давать по горячим следам свои комментарии на эту тему. Тем временем свое решительное осуждение по этому поводу высказал Евросоюз. Ожидается, что сегодня публичную оценку словам китайского посла дадут все министры иностранных дел, собравшиеся на саммите в Люксембурге. При этом Жозеп Боррель уже предупредил, что Евросоюз пересмотрит отношения с Китаем по линии МИД. Французское издание Лимон сообщило о том, что 90 депутатов Европарламента направили письменное обращение в Еврокомиссию с требованием объявить китайского посла Лю Шээ персоной Нон Грата из-за его одиозных высказываний. Отмечу, что официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова китайского посла во Франции, осторожно отметил, что китайские власти уважают суверенитет и признают бывшие союзные советские республики в качестве полноправных членов международного сообщества. Мао Нин обвинила при этом западные СМИ в том, что они намеренно разжигают рознь между Китаем и указанными странами. Китай заинтересован в развитии отношений со всеми государствами на основе принципов уважения и равноправия.